Величко Василий Львович, русский поэт, публицист, общественный деятель. Кавказ. Русское дело и междуплеменные вопросы, 1904 год. Отношение Величко к армянскому народу. Все кавказцы знают, что армяне не были здесь коренным народом, а стали появляться в первой половине XIX века, как беженцы из Турции и Персии. При Паскевичи был послан в Персию полковник Лазарев для приглашения армян, которые перешли в Закавказье в числе примерно 40 тысяч душ. Ичмиадзинский патриарх тоже участвовал в этой комбинации. Велел переселиться из Персии армянским священникам, за которыми вслед пошла и паства. По Адрианопольскому миру мы получили более 10 тысяч турецких армян. Один эрзерумский архиепископ Карапит привел до 70 тысяч. В Восточном Закавказье племена с тюрко-монгольско-иранской кровью и армяне, народ невыясненного происхождения, с несомненно значительной примесью еврейской, сиро-халдейской и цыганской крови. Армянский журнал Мурч, говоря о значительной способности армян к ассимилированию других народностей, указывал в конце 1890-х годов на наличность среди армян довольно большого процента ассимилированных цыган. К еще более интересному выводу относительно значительных армянских групп пришел кавказский антрополог доктор И. Пантюхов. Почтенный ученый воспользовался случаем, когда Тифлис был наводнен полудикими беженцами из Турции и подверг множество турецких армян антропологическому измерению. Оказалось, что огромная часть этих незваных гостей по своему физическому складу – чистокровные курды. Когда армянин желает добиться чего-нибудь, то он стелется ковром, змеей ползет у ног любого делопроизводителя и достигает своей цели нередко одной вкрачивостью. Об армянах издревле сложилось плохое мнение, и это само собой разумеется, не лишено основания, так как иначе оно не могло бы возникнуть у целых народов, и притом в разные времена. Были у армяны невольные, насильственные скрещивания с другими народами. И персидские полчища, и азербайджанские татары, и турки, и грузины, и горцы, очевидно, не церемонились с женщинами народа, давно утратившего государственности связанные с ней способы гордой, мужественной самозащиты. Весьма интересен также вопрос о Закавказской Албании, или по-армянски – Агвании. Эта страна, в состав которой входили и нынешняя Елизаветпольская губерния, и части Тифлиска и Дагестана, была населена народами неармянского происхождения, получившими христианство от армян. До начала XIX века существовал отдельный Агванский или Гензасарский католикос, соперничавший с Ичмиадзинским и по временам совершенно независимый от последнего. В настоящее время христиане, бывшие некогда паствою Агванского католикоса, считаются армянами и, перемешавшись с ними, усвоили их характер. При таких условиях ясно, что в жилых у армян есть всякая кровь. Этим и объясняется то обстоятельство, что у народа, трусость которого в Передней Азии вошла в пословицу, выдвигаются по временам талантливые и мужественные полководцы, как яркие исключения на темном фоне. Ясно, что в них говорит кровь других, воинственных народов, нормальный же, чистокровный армянин, согласно общекавказской пословице, имеющейся на нескольких местных языках, боится зайцев. «Ты трус, ты раб, ты армянин», — говорит Пушкин устами старого горца. Грузинский народ говорит, «Мавида самихи, майта нас хвамихи», пришел армянин и принес новую беду. По поводу вытеснения грузинских тварян армянскими торговцами и затем пиджачниками сложился целый ряд народных пословиц. Породистые кони перемерли, и шакам осталось раздолье, чужая курица прогоняла из дому, курицу домашнюю и тому подобное. Закавказские татары говорят, «Зажги свои десять пальцев, как свечи, чтобы осветить дорогу армянину, и он тебе спасибо не скажет». Русский народ давно склонен называть армян именами уничижительными, связывая с ними то презрение, то насмешку. Некрасов, поэт передовой гуманный, говорит жениху с солидным чином. Отказалась, осердясь, и с каким-то армянином. Обвенчалась, не спросясь. Не менее гуманный жемчужников в Козьме-Пруткове поет так. «На узкой кровати. Лежу я один в соседней палате». Кричит армянин. Слово «кричит» чрезвычайно типичное. Они именно склонны кричать по всякому поводу. Не пустят их в чужой дом, или раскроют какие-либо их шашни, или отдадут под суд воришек из ихней среды. И они не только кричат, но заставляют кричать иноплеменников, глупых или продажных людей. Французский путешественник по Армении, Курдистану и Месопотамии, Граф де Шоли, с большим знанием дела рисующей жизнь, этих турецких провинций говорит об армянах. «И тем не менее, невзирая на огромное сострадание, которое порождали во мне их бедность и их мучения, мне никогда не удавалось привязаться к ним, так отвратительно их плутовство, так постыдно их низость и возмутительно их подлость». Немецкий путешественник Альфред Крте в своих анатолийских эскизах, которые посвящены им известному германскому деятелю, в Турции Кальмару фон Дергальцу, и в которых автор стало быть не решился бы говорить на ветер, высказывает следующее, почти каждый, кто в этих провинциях соприкасается с ядром народа, научается уважать и любить турок, низко ставить греков и ненавидеть и презирать армян. Везде оправдывается пословица, что грек обманет двух евреев, а армянин двух греков. Можно наверняка сказать, что если вас в Анатолии где-нибудь обманут, то значит вы имели дело с армянами. Тот же автор приводит слова крупного подрядчика в Эскишехире. «Когда я условливаюсь относительно дела с турком, то обхожусь без письменного контракта, ибо его слова достаточно. С греком или иным левантинцем я заключаю письменное условие, ибо с ними это нужно и полезно. С армянами же я и на письме никаких дел не веду, потому что от их лживости и интриг не ограждает даже письменное условие». Автор обозрения называет бесхарактерностью армян, точнее называть умением по внешности ассимилироваться, воспринимать чужие имена, одежды и обычаи. Его потомки пролезли во дворянство и в такие круги, где их никто не ожидал. Мусульмане, жители завоеванных областей, спрашивают не без горькой иронии. Где же русские? Для кого же они нас завоевали? Во всяком случае, не для себя. Мы видели храбрых русских солдат, а теперь видим только слабых и корыстных российских чиновников, зачастую нерусских по происхождению. Ни ваших купцов, ни ваших хлебопашцев здесь не видно. Все армяне – наши вчерашние рабы. Нечего сказать. Стоило воевать, чтобы дать господство таким нехорошим людям. Среди непрошенных опекунов армянского народа, мечта о создании автономного царства, и при том именно в русских пределах, не гаснет, а все разгорается. В Турции не было территории, и она искусственно создается в Закавказье. Десятки тысяч турецких иммигрантов вторгаются в наши пределы, а наши воины не решаются стрелять в эти мирные шайки, потому что армяне выдвигают вперед женщин и детей. Никаких турецких зверств нет и в помине, а турецкое правительство не принимает обратно беглецов. Многие из этих последних при этом отказываются принимать русское подданство, и уже почти все без исключения склонны к праздности, за разным болезням и диким уголовным преступлением.